Всем привет, дорогие друзья! Город Тахаяси. Я по-прежнему на дне города. Дне города. Я на дне. И нахожусь в секторе культуры. Немножечко похолосовствовать хотелось бы на эту тему, на тему культуры. Япония, как одна из немногих стран, которая действительно может похвастаться глубокой культурой. И рассматривая все экспонаты, которые меня вот здесь окружают, я сейчас просто буду показывать и немножечко еще комментировать. Например, вот эти вот поделки. Они сделаны в основном из, как вы видите, обычного мусора. Вот. Мусор. Мусор. И топик сегодняшнего дня. Зачем нужно искусство, да, в принципе? Вот еще, например. Это пластиковые пакеты из-под молока. Вот. Зачем нужно искусство? В Японии очень развито чувство прекрасного. И если бы, ну вот я прям так и вижу, то есть как бы, когда из различного рода, в прямом смысле слова, мусора, я вижу детские поделки, то в нашем бы случае сказали, какая все это хрень. Это все полная хрень. Вот. И сейчас пойду в другой сектор. И вы тоже поймете, что это все полная хрень. Вот, например. Все это полная хрень. И вот это вот все тоже полная хрень. Вот. И занимаясь вот этой вот полной хренью, человек, он развивает в себе это чувство прекрасного. Вот делая вот из доширака такие вот всякие вещи. Перестает ли мусор быть от этого мусором? Нет. Но становится ли он объектом культуры? Да. И вот почему. Потому что даже если это маленький человек, даже если это школьник, он таким образом выражает себя. Одно из... Ну, это просто жизненно необходимо человеку. Жизненно необходимо человеку кушать. Жизненно человеку необходимо спать. И выражая себя, ему также жизненно необходимо. И без искусства это невозможно. Так вот, к чему я все это веду. Каждый раз, когда... Начну немножко еще издалека. Мы выросли... Мое поколение, может быть, еще несколько. Не знаю. Не берусь судить. Мы выросли в очень скучном пространстве культурном. Просто обычные прямые коробки. Без их ритектуры. Квадратные стены, квадратные коробки, квадратные столы, квадратные парки, квадратные дорожки. Это можно продолжать бесконечно. И человек, который вырос и рос вот в таком окружении, у него чувство прекрасного, оно не развито. И, конечно, вопрос, зачем все это нужно, да? Ну вот, простой пример Японии. У людей чувство прекрасного развивается с молодым. То есть, они не заморачиваются тем вопросом, занимаются ли они хренью или нет. Вот, они просто говорят, они живут, они создают лучший вокруг себя мир. И это победа, победа прямой логики, которой у нас всегда очень любят апеллировать. Типа, мол, а в чем смысл, да? А вообще, как бы, зачем все это нужно? Нелогичнее ли было бы сделать все проще или прямее? И вот вам результат такого мышления, да? То есть, мы живем, конкретно вот наши малые города, мы живем в отвратительно логичном, в отвратительно прямом, в отвратительно скучном мире. Японцы, наоборот, они уходят от этого мышления, они уходят от логики, они просто творят, потому что они могут себе это позволить. И они не задаются вопросом, зачем им это нужно. Потому что искусство, как я еще раз сказал, одно из важнейших необходимостей для человека. И в Японии это ощущается как нельзя хорошо, как нельзя прекрасно, потому что количество прекрасного здесь, оно зашкаливает. И они очень заморачиваются на тему мелочей, над которыми мы порой, очень часто, вообще не думаем. Так вот, что хочется сказать, дорогие друзья. Если вы видите, что человек занимается хренью, никогда не говорите ему, пожалуйста, что это хрень. Вот. Он и сам прекрасно понимает, что это хрень. Но свобода самовыражения это то, что не только сделает мир вокруг этого человека, но и вокруг нас потом немножечко лучше, но еще и приблизит нас к той свободе, о которой мы почему-то любим мечтать, но не пытаемся даже хотя бы попытаться приблизить ее, воплотить ее в жизнь. Поэтому творите, дорогие друзья, творите и не заморачивайтесь. Делайте то, что считаете нужным и делайте это импульсивно. В этом вся суть творчества. С вами был Георгий Романов с сайта garphotography.ru. Я продолжаю гулять по фестивалю и проникаться культурой. Всем спасибо, всем пока.